Дорогие друзья, приветствую вас! Вот в Америке есть такое блюдо, называется Chicken Fried Steak. Чикен, курица, фрайт, жареный стейк, стейк. Ну что, куриный стейк. На самом деле это не куриный стейк, это стейк из говядины. Но он жарится по-куриному способу. Панируется в сухарях, там, да, как шницелек такой. Мне нравится вот такая забавная концепция еды. Я придумал свое вот такое блюдо. Курица в специях по-бараньему. То есть, когда я взял за основу индийское блюдо Роган Джош, оно готовится из баранины, и хочу его сделать из курицы. Мне нравится эта идея, я думаю, что она понравится вам. Я пока начну жарить лук, ну, чтобы было быстрее. Много лука, потому что лук мне будет здесь еще образовывать, знаете, такой соус. Даст мне густоту. Вот, и я сейчас буду все это жарить. У меня, посмотрите, стоит сейчас линейка масел. Это все масло авокадо. Знаете откуда? Из-таки Новой Зеландии. Новой Зеландии очень чистая страна, и все продукты оттуда очень чистые. Эти масла называются so much. Масло авокадо делается из настоящего живого авокадо. Просто выдавливается масло, это растительное масло. Я сейчас возьму бутылочку масла авокадо и буду на нем жарить. Знаете почему? Потому что масло авокадо имеет самую высокую точку дымообразования. Чем выше эта температура, тем меньше масло внутри горит, тем меньше в нем образуется канцероген. 271 градус, точка дымления масла авокадо. Вот почему на вот таком чистом масле авокадо рационально жарить. Безопасно, еда получается более здоровой. Видите, все бутылочки, ну кроме спрея, конечно, сделаны из темного стекла. Ну, потому что масло имеет обыкновение на свету окисляться, чтобы предотвратить окисление. Здесь вот такой носик вываливается при открывании бутылки. Тоже удобно очень масло наливать. Так трогательный такой носик. Вот так шмяк. Сейчас я закрываю и носик ушел. Значит, вот лук. Сейчас пойдет обжариваться еще и курочка. Я лучок буду в свойственной мне манере время от времени заливать водой, чтобы он размягчался. Это мой такой излюбленный прием. Вот уже можно сейчас налить первую партию воды сюда. Значит, бедра, посмотрите, вот у меня аккуратненькие куриные бедрышки. И сейчас я их начну жарить. Вот так. Значит, пока все это жарится, что я беру? Я беру, вот у меня есть, видите, имбирь. Я имбирь всегда чищу ложкой. Он тогда очистится экономно. Все эти очистки можно запустить в заварочный чайник и заверить вместе с очистками имбиря чай. Значит, имбирь нарезаю на пластинки. Потом вдоль на соломкой и потом, может быть, допустим, маленький кубик. В паре с имбирем всегда идет чеснок. Сейчас пойдет чеснок. Три зубца хороших я беру. Вот у меня лук опять начинает жариться. Сейчас он немножко поджарится, опять дам сюда водички. Размягчение лука и такая равномерная карамелизация. Чеснок раздавил и вперед. Вот так. Вот у меня лук опять чуть-чуть прижарился. Опять немного воды. Я сделаю гарнир к этой курочке, не рис. Я сделаю свежий салат с семечками. Такая будет абсолютно здоровая сегодня еда. Надо ведь иногда разбавлять еду нездоровую, едой здоровой. И вот теперь, смотрите, на лук поступают имбирь и чеснок. Все погрею вместе. Я тем временем подготовлю специи. Чтобы вам было очевиднее, смотрите, что я буду делать. Вот у меня тарелка. Это моя палитра. И сейчас я, смотрите, буду ложечкой. Вот это сладкая паприка. Пол чайной ложки. Куркума. Четверть чайной ложки. Молотый кардамон. Четверть чайной ложки. Ну, треть чайной ложки. Молотый кардамон. Жгучий перчик сухой. Четвертая часть чайной ложки. Гвоздика молотая. Четвертая часть чайной ложки. Вот такая палитра у меня есть, да? Теперь. Это у меня семена фенхеля. Но я их превращу в порошочек. Я беру четверть чайной ложки семян фенхеля. Треть, треть возьму. И измельчу в ступке. Так, есть. Так я измельчил весьма грубо. Вот семена фенхеля. И теперь еще где-то пол чайной ложки семена, семечки зиры. Ну, как без зиры может быть индийская еда? И вот зира. Вот это, ребята, да, моя палитра, которые дадут мне хороший такой индийский вкус. Ну, я разве что еще, смотрите-ка, возьму еще жгучки. Немножко туда, где лук с чесноком, с имбирем. Добавлю вот сюда. Теперь смотрите. Теперь я кладу сюда курицу. На вот эту луково-имбирно-чесночную подушку, перечную. Кладу курочку. Наливаю сюда водицы. Для будущего тушения. Вот водица сейчас закроет курочку. Вровень. А вот на этом жире, вот на этом маслице, я, смотрите, что сделаю. Я сделаю вот так. Поджарю специи. Вот, все. Они измельчены, поэтому долго не надо. Вот эту ароматную смесь вываливаю сюда и немножко жижкой помою сковородку. Я, конечно, ее немножко посолю. И вот теперь это все будет булькать до готовности курицы. Курица готовится недолго. Бедра небольшие. Ну, может быть, полчаса и хватит. А я тем временем сейчас еще сделаю вкусный, забавный салат. Вот, который как раз хорош в такой острой еде. Мы сегодня обойдемся без риса. Значит, я накрываю крышкой частично. Пусть немножко испаряется влага, чтобы соус густел. Ну, давайте я начну по порядку. Вот, допустим, с огурца. Я сделаю буквально одну порцию салата. Огурчик есть. Огурчик. Сельдерей. Люблю его нарезать вот так. Такими перышками. Есть. Как нам без помидора-то прожить? Я готовлю одну порцию, ребята, да? Найду, куда применить остатки. Вот она, прятана под сельдереем. Была сырая брокколи. Я немножко уберу грубые краешки соцветий. И вот так ее. Чтобы было понятно, что это брокколи. Такие срезы. Всякую капусту, ребята, можно есть сырой. Вот так. А вот, собственно, семечки подсолнечника. Здоровая штука. Жареные. И семечки, тыквы жареные. Это пойдет, так сказать, в салат внутрь. Солить нельзя. Потечет, верно? Солить мы будем прямо перед подачей. А вот, ребята, 20 минут прошло. Посмотрите, как аппетитно булькает птичка моя. В линейке вот соумач есть даже готовая салатная заправка на основе масла авокадо. Бальзамическая заправка. Бери, я, собственно, ей заправлю сегодня этой бутылочкой. Но, если вам быстро рассказать про вот линейку, то это и нерафинированное масло авокадо, и масло авокадо с чесноком, с добавлением чесночного масла. Масло авокадо с маслом льняным. Шикарная бомба просто с точки зрения полезности. Просто масло авокадо, вот на котором я жарил. И вот такой вот спрей, который, можно, знаю, пергамент или там фольгу немножко сбрызнуть перед жаркой, чего-нибудь экономить. Я, кстати, тоже спрей сейчас себе возьму. Вы увидите, как я его пшикнул сегодня. Масло авокадо еще и полезно, потому что это и витамин Е, это ногти, кожа, это фолиевая кислота, это башка на мозги хорошо влияет. Там есть и хлорофилл, это всякий вывод шлаков, асквален, там есть вещество уникальное. Это такая профилактика онкологии, между прочим. Поэтому обратите внимание на масло авокадо. Я вам дам ссылочку под видео, вы можете дополнительно изучить. Значит, вот теперь я присолю чуть-чуть и заправлю сейчас бальзамической заправкой. Вот смотрите, я вскрываю бутылку, бац, и вот тут есть такая штучка, да, через которую удобно налить. Вот посмотрите, видите, коричневатая заправка, вот как она ложится на салат, посмотрите. Я даже не буду перемешивать никакими приборами, вот так. Теперь я положу это в салатник, я в такой вот мисочке подам. Вот так, пусть помидорчик будет. Вот так теперь я пшикну для дополнительного блеска. Вот так я хорошенько пшикнул. Вот такой чуть зеленоватый цвет. Действительно, овощи, все зеленые овощи мои сейчас больше стали похожи на авокадо, между прочим. И теперь для того, чтобы подчеркнуть использование семечек, я уже по-блестящему дам, чтобы... Я не хотел, чтобы масло пшикалка на семечки попало, чтобы семечки оставались такими хрустящими, да, завершение нейтральный салат, который скомпенсирует такую пряность, да, курицы. Ну, смотрите, с курицей еще не все. Вот такая острая штука, вот в бараньем стиле, да, она завершается всегда йогуртом. От йогурта будет еще большее загустение. И йогурт за счет того, что все-таки в нем есть молочный жир, он немножко округляет и смягчает воздействие специй. Становится все более так чуть-чуть округло и не так шарахает по рецепторам языка. У меня здесь, видите, в мисочке густой йогурт. То, что называется турецкий или греческий йогурт. Видите, густой вот именно такой йогурт. Очень хорошо сейчас зайдет прямо сюда. Вот так вот я даю сюда греческий йогурт. Сейчас пусть он как раз еще интенсивно, мое блюдо побулькает. А я пока, естественно, шинкану кинзы, потому что я не имею права подавать такое блюдо без кинзы. Вот так. И вот вторая такая же плошка. Вот так один. Ну, три куска как раз, допустим, на одну порцию. И вот столько салата на одного человека. Это будет очень даже неплохо. Вот она, посмотрите, курочка. И вот ароматный, насыщенный соус. Идет кинза. И я сейчас вот хочу вот так вот взять, как заправский доктор, попробовать на нейтральном огурце, как хороша заправка. Я ощущаю такой ненавязчивый вкус масла. Он вызывает вот какое-то ощущение приятности и желание съесть еще вот такого вот вкуса. Поэтому я не могу вам его описать. Я вам только могу дать ссылку, ребята. Потому что самое лучшее ощущение, это когда их испытываете вы, а не я вместо вас. Это был роганжош из курицы. Это салат с авокадо-заправкой, с маслом авокадо, с бальзамиком. Семечки, лазерсон и канал зоны лазерсона. До встречи, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь и никуда не уходите.